Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Вымогательство, совершенное повторно под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения. По выдвинутым обвинениям сегодня судом Центрального района Гомеля оглашен приговор по делу бывшего Морозовца. Участник преступной группировки в августе 2018 взялся за старое. По просьбе уроженца Пинска обвиняемый согласился выбить долг – 5 тысяч долларов с гомельского предпринимателя. Объявившись в доме должника, угрожал физической расправой мужчине и его семье. Требовал заплатить 15 тысяч долларов. На повторную встречу с должником обвиняемый для пущей убедительности своих намерений пришел с пистолетом. Предъявил и экземпляр приговора Верховного суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных Морозовцев. В соответствии части 2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Тем временем Следственный комитет завершил расследование смертельного ДТП в Жлобине, в котором погиб мужчина и пострадал 5-летний ребенок. Напомним, смертельная авария произошла 1 сентября прошлого года. По данным следствия, 25-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на спуске путепровода на полной скорости врезался в другой автомобиль. Водитель встречной машины скончался на месте. Его 5-летний внук получил тяжелые травмы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что содержание тилового спирта в крови пьяного лихача составило более 2,3 промилле. А это ДТП под Мозырем запечатлел видеорегистратор машины скорой помощи. Женщина-водитель за рулем «Лады», двигаясь от поселка Криничный в направлении дороги Бобруйск-Мозырь-Новая Рудня, выехала навстречу и врезалась в скорую. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля «Лады», а также три пассажира, медицинские работники автомобиля скорой медицинской помощи получили телесные повреждения, с которыми были доставлены учреждения здравоохранения. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Накануне в Светлогорском районе на трассе Октябрьский паре Черечица водитель «Шкоды» не учел погодные условия и врезался в припаркованный на полосе движения «Опель». Рядом с машиной находился водитель, который пострадал. 72-летний мужчина, который находился рядом со своим транспортным средством, получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован травматологическое отделение учреждения здравоохранения. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано четыре пожара, на которых один человек получил травму. Накануне вечером спасатели выехали по сообщению о возгорании в частном доме по улице Полевой в Гомеле. На момент прибытия подразделений МЧС хозяйка дома с сыном находилась на улице. Выяснилось, что при самостоятельном тушении пожара сын хозяйки домовладения получил ожоги правой кисти руки. Пожар был им потушен еще до прибытия подразделений МЧС. В результате пожара уничтожены постельные принадлежности в комнате жилого дома. Причина пожара устанавливается. Фейковое минирование Гомельской 55-й школы обернулось эвакуацией более ста человек. Накануне в милицию поступила информация, что неизвестный оставил на сайте школы сообщение о минировании. В угрозе обещали, что механизм приведут в действие, если ученики получат отрицательные оценки по результатам контрольной работы. В результате проверки с помощью служебной собаки взрывных устройств не обнаружено. Сейчас устанавливается личность, оставившего сообщение.